Откуда? Оттуда. Оттуда? Здравствуйте, это Николай Храмов и очередной выпуск подкаста «Оттуда», посвященный обзору мировой прессы. Сегодня у нас среда, 26 августа 2020 года, и это первый пилотный выпуск подкаста «Оттуда». Большая часть этого обзора посвящена будет, естественно, публикациям об отравлении Навального. И, конечно, об отравлении Навального и обо всем, что связано с этим, обо всех политических аспектах этой истории, пишет прежде всего немецкая пресса, по понятным причинам, поскольку Алексей Анатольевич находится сейчас в берлинской клинике Шарите. И пока он там находится, дело Навального ставит внешнюю политику Германии перед дилеммой. Именно так заглавлена сегодняшняя статья в немецком издании «Tages Spiegel». «Tages Spiegel» – это германская газета, ежедневная газета, которая пишет сегодня о Навальном. Точнее, о внешнеполитических аспектах для Германии в этой связи. Раньше Кремль мог полагаться на то, что после предупреждающих слов правительство ФРГ быстро перейдет к деловой повестке дня. А что сегодня? Таким вопросом задается автор статьи в «Tages Spiegel» Клаудия фон Зальцин. «Производить на свет так много различных историй, чтобы правда была лишь одним вариантом из многих, и никто не знал, чему ему верить, с этим методом управляемая Кремлем пропаганда работает уже много лет», пишет автор. «Правительство ФРГ потребовало исчерпывающего расследования дела Навального, но на этом проблемы лишь начинаются, ведь в путинской России не будет независимого расследования покушения на оппозиционера», – уверена журналистка. «Это знает и федеральное правительство. В конце концов, в России до сих пор не установили, кто несет ответственность за отравление нескольких других критиков Кремля или кто заказал убийство Бориса Немцова», напоминает издание. Таким образом, в ближайшем будущем перед внешней политикой Германии встанет вопрос о том, как ей реагировать в случае, если и на этот раз все призывы к российскому руководству останутся без ответа. Как обращаться с руководством страны, если некоторые из его главных оппонентов и критиков на протяжении нескольких лет загадочным образом заболевают или становятся жертвами убийств? Речь идет не о важном с точки зрения уголовного права объяснении преступления, а о политической ответственности, о важнейшем капитале в политике, надежности и доверии. Этот капитал президент России Владимир Путин проиграл уже несколько лет назад, задолго до отравления Навального и убийства в центре Берлина, ответственность за которое генеральный прокурор ФРГ возлагает на российские государственные органы. Напоминает Тагетт Шпигель. Еще одна цитата. Через несколько дней после того, как в 2006 году, в день рождения Путина, в подъезде своего дома была застрелена журналистка Анна Политковская, российский президент прибыл в Дрезден. Путин заверил, что будет проведено всестороннее расследование дела, объявила канцлер после встречи. А затем они сменили тему и говорили о проекте газопровода «Северный поток». Кто заказал убийство, установлено так и не было. По этому принципу политика Германии в отношении России функционирует и по сей день, отмечает Тагетт Шпигель. Кремль мог полагаться на то, что после предупреждающих слов правительство ФРГ снова быстро перейдет к повестке дня. Как всегда, кто-нибудь в Германии каждый раз требовал, что нельзя обрывать нити переговоров и повторял мантру о том, что без Москвы не решить мировые конфликты. Однако, тот, кто говорит подобное, упускает из виду, что некоторые из этих конфликтов Россия либо усугубляет, либо разжигает сама. «Пришло время для реалистичной политики в отношении России, которая больше не будет ориентироваться на желаемый образ», пишет Клаудия фон Зальцин. Впрочем, в деле Навального федеральное правительство, обеспечив оппозиционеру личную защиту, уже сделало первый шаг. Правительство не хочет допустить, чтобы в Берлине было совершено еще одно покушение на человека, находящегося в тяжелом состоянии, и оно не исключает такого деяния. И это послание «Красноречивее слов» заключает свою статью в «Тагес-Шпигель» Клаудия фон Зальцин. Не только «Тагес-Шпигель» пишет о деле Навального и о политической ситуации в этой связи. «Тагес-Цайтунг» заглавила свою сегодняшнюю статью призывом «заморозить имущество». Так называется статья в «Тагес-Цайтунг». Собственно, это не статья, а это интервью, которое дал журналистке «Тагес-Цайтунг» Анне Леман, Юрген Триттин, политик из партии «Зеленых», член Комитета Бундестага по внешней политике и германа российской парламентской группы. Он призывает всерьез воспринимать в Германии работу Алексея Навального и, по его мнению, следует наложить арест на недвижимость коррумпированных российских политиков. Теперь каждому ясно, противодействие системе Путина и коррупционным махинациям некоторых олигархов может быть опасным для жизни. По крайней мере, сейчас внешняя политика большой коалиции, рассматривающая Россию в качестве стратегического партнера, должна быть отложена в долгий ящик. Россия остается нашим соседом в Европе, но в общем доме нельзя закрывать глаза на то, что в соседней квартире постоянно применяется насилие. Так считает политик Юрген Триттен, напоминаю, политик левого крыла, оппозиционный из партии зеленых в оппозиции по отношению к правящей коалиции. Он продолжает. Россия не исчезнет. С Россией придется по-прежнему сотрудничать. Безопасность в Европе возможна лишь в сотрудничестве с Россией, а не в противостоянии ей. Но в Европе можно было бы начать всерьез воспринимать работу господила Навального, то есть его борьбу с коррупцией. На его сайте есть видео о впечатляющей Вилле в Тоскане, которая, как сообщается, принадлежит бывшему премьер-министру Медведеву. Кроме того, Навальный публиковал сообщение о том, как текущий премьер-министр Мишустин заработал свое состояние с помощью грязных денег, полученных благодаря вымогательству и коррупции. Когда в Европе покупается недвижимость на деньги из таких источников, на эту недвижимость необходимо налагать арест. Снимать с нее арест можно лишь тогда, когда будет доказано, что она куплена на чистые деньги. Так считает господин Триттин. Он продолжает. На мой взгляд, важно препятствовать тому, что те, кого в России подозревают в коррупции, вымогательстве, оказании давления, отмывают в Европе свое имущество и могут превращать его в законную собственность. Это имущество нужно замораживать, снова повторяет он. Должностные лица российского государства могут без визы въезжать в Европу. И при этом для студентов, спортивных команд, церковных хоров, то есть для гражданского общества действует визовый режим. На мой взгляд, их можно и нужно поменять местами. Мы должны укреплять связи с гражданским обществом, а это значит, что ему нужно облегчить въезд в Евросоюз. Так считает представитель партии «Зеленых» Юрген Триттин. По его словам, требование правительства ФРГ о проведении прозрачного расследования преступления, совершенного против Навального, справедливо. Однако надежды на то, что оно будет выполнено, он также не разделяет. Убийство журналистки Анны Политковской по сей день не раскрыто. Даже в случаях, где преступники были выявлены, причины и факты остаются неизвестными, – подчеркнул Юрген Триттин. То, что Россия согласилась на транспортировку Навального в Германию, связано, по мнению политика, с тем, что в Кремле к Германии относятся иначе, чем, например, к Соединенным Штатам. Но Германия должна совместно с ЕС дать коллективный ответ на это преступление, – сказал Триттин. Рассуждая о том, нужно ли остановить строительство газопровода «Северный поток-2», политик отметил, стратегия Еврокомиссии заключается в диверсификации газоснабжения. Это означает, что наряду с господином Путиным нужно делать ставку и на других автократов в качестве поставщиков, например, господина Эрдогана или шейха Катара. Это неразумно. Вместо этого нам нужно сокращать энергопотребление в Европе. Но мы также должны принимать во внимание, что газопровод одобрен во всех европейских государствах. Если хочется отозвать разрешение, то придется возмещать убытки. Напоминаю, что это было интервью Юргена Трита, представителя партии «Зеленых», газете «Тагес Цайтунг», озаглавленная «Заморозить имущество». Запад должен ответить санкциями на покушение на убийство Алексея Навального. Так озаглавлена статья в другом немецком издании, в газете «Handelsblatt». И что же в ней пишут? Матиас Брюгман, автор этой публикации, пишет вот что. Что это за глава государства, который срочно отправляет свою жену после тяжелого ДТП в Германию за счет немецкого банка, а годы спустя позволяет своим ведомствам держать в собственной стране отравленного лидера оппозиции так долго, насколько это возможно? Речь здесь идет о Владимире Путине, его бывшей супруге Людмиле и российском борце с коррупцией Алексеем Навальным, пишет Матиас Брюгман в своей статье в газете «Handelsblatt». Цитирую дальше. Что чаще всего происходило после обнаружения кровавого следа политических убийств, который тянулся от Москвы через другие российские города, вплоть до Лондона, Солсбери или парка Малый Тиргартен в Берлине? «Кукловоды» этих заказных убийств и отравлений не были выявлены и осуждены. Наоборот, предполагаемых наемных убийц Кремль награждал орденами и даже возвышал депутатскими мандатами, говорится в статье. Путин бесцеремонно показывает Западу, на что он способен, что он может устранять оппозиционеров и перебежчиков как и где захочет, будь то Москва, Лондон, Берлин или Томск. А яд, радиоактивные вещества или вещества нервно-паралитического действия, запрещенные международным сообществом и официально Россией, используется, чтобы не просто устранить врагов, но и сделать так, чтобы они жалко умирали в особых муках. Изолировать и эффективно подвергнуть санкциям крупное государство, владеющее большей частью всей производственной цепочки, от железной руды до автомобилей, действительно трудно. Но лишь высказывать в пустоту возмущение и затем в очередной раз позволять России, которая также взломала компьютерные системы Бундестага, обвести себя вокруг пальца, этого более чем недостаточно, считает Брюдман. «Есть санкции, которые, как укол и углой, правильно причиняют боль. Ведущим силовикам России, главам так называемых силовых министерств, обороны и внутренних дел, влиятельным руководителям спецслужб и другим лицам нужно запретить въезд в страны Евросоюза. Их, членов их семей и их обучающихся на Западе детей нужно лишить права проживания там, наложить арест на местную недвижимость», пишет Маттиас Брюдман. «Это меры, которые причинят ущерб приспешникам шефа Кремля, но не широким слоям населения. Они коснутся тех, кто постоянно ведет антизападную кампанию, но владеет особняками на Лазурном берегу, ривьере, в Лондоне и имеет паспорта Мальты, Кипра или Румынии. Если лишить их этих прибежищ за границей, и еще лучше западных люксовых автомобилей и яхт, то это нанесет по ним жесткий удар», так считает автор публикации в Handelsblatt. Работающие на износ люди России увидят, что Запад, имея на то веские основания, держит в фокусе своего внимания лишь отдельных, ненавистных большей части населения, коррумпированных политиков. Они увидят, что Запад теперь не без зуба лает, а прекращает миндальничать в отношениях с Москвой. Есть и особый яд для устрашения Москвы. Продвигаемое Берлином в ЕС строительство российского газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море должно быть остановлено на последних метрах. На таких энергетических проектах, как «Северный поток-2», Россия зарабатывает деньги, которые нужны ей, в том числе и для финансирования своего аппарата угнетения. А меньшая энергетическая зависимость от Востока защитит нас и от российской мести за новые и жесткие санкции. Так заключается автор статьи в немецком издании «Хандельсблад» Маттиас Брюгман. Получит ли Навальный убежище в Германии? Таким вопросом задается немецкое издание, немецкое же издание Bild. Статья так и называется. Получит ли критик Кремля убежище в Германии? О том, что из-за своей критики в адрес Кремля Алексей Навальный более не может чувствовать себя в безопасности в России, свидетельствует не только его отравление. Пока о нем заботятся врачи берлинской клиники Шерите. Но что будет с Навальным после лечения? Сможет ли он получить убежище в Германии? Задается вопросами немецкий таблоид Bild. На основные правовые вопросы, связанные с делом оппозиционера, ответил в разговоре с изданием эксперт по вопросам предоставления права на убежище Филипп Пруй. Вот цитата из этого интервью. После отравления господин Навальный находится на лечении в берлинской клинике Шерите. Вполне вероятно, что для въезда в Германию ему была выдана национальная виза для прохождения медицинского лечения. Если динамика лечения будет положительной, прохождение медицинского лечения в качестве цели пребывания перестанет быть актуальным. Тогда выданное разрешение на пребывание будет задним числом ограничено сроком и берлинское ведомство по делам иностранцев может попросить Навального покинуть страну. Так считает собеседник издания Bild. И продолжает. Ему следует уже из клиники подать письменное прошение о предоставлении убежища. Так как он прибыл непосредственно из России, а не через безопасное третье государство, у него есть шанс на получение политического убежища в соответствии со статьей 16а пункта 1 основного закона ФРГ. Навальному нужно подтвердить, что он действительно был отравлен и что есть как минимум конкретные основания полагать, что заказ на отравление был дан российским государством. Ему не нужно предоставлять строгое доказательство того, что он подвергается преследованию. Достаточно, чтобы он подтвердил, что политическое преследование является вероятным. Так сказал Филипп Пруй, эксперт по вопросам предоставления убежища в Германии в интервью, которое он дал немецкому изданию Bild, немецкому таблоиду Bild. Я же от себя добавлю, что, собственно говоря, получение Навальным убежища в Германии или в какой-либо другой западной стране, неважно, а главное, отъезд его из России, собственно, так представляется очень многим внутри страны, и очень многим сторонникам Алексея Навального. Это и является, если не основной, то второй главной целью этого преступления, которое было совершено в отношении Алексея Анатольевича. Поскольку его устранение с политической арены в России, его удаление из России, физическое удаление из России в эмиграцию, собственно, вполне может быть одной из целей, а может быть даже и главной целью того, что было предпринято в отношении него. Но Россия, Россия – это не только Путин. Так озаглавлена статья в другом немецком издании в газете Frankfurter «Рундшал». Это, собственно, не статья, это интервью, которое корреспондент Франкфорта «Рундшал» Андреас Нисман взял у немецкого политика, представляющего социал-демократическую партию Германии, у господина Дирка Визе, который сейчас покидает должность уполномоченного правительства ФРГ по России и Восточной Европе, и на прощание, уходя, призывает к диалогу с Москвой. Конечно, Россия – непростой партнер и порой имеют место большие разногласия. Покушение на Алексея Навального должно быть всесторонне расследовано и ответственные лица должны быть привлечены к ответу без каких-либо компромиссов. И тем не менее, я выступаю против того, чтобы описывать германо-российские отношения только в черно-белом цвете. Но, к сожалению, в общественных дебатах многие к этому склонны. Так собеседник Франкфурта Рундшау описывает политическую ситуацию в связи с делом Навального. Он продолжает. На мой взгляд, мы, немцы, несем особую ответственность в поддержании взаимоотношений с Россией. Основанием для этого является то, что во Второй мировой войне погибли 27 миллионов советских людей, среди которых было много русских. Вместе с тем, российское руководство не всегда облегчает нам эту задачу. Но Россия – это не только Путин. В гражданском обществе есть много действующих лиц, с которыми мы успешно сотрудничаем. В международной политике нельзя выбирать себе партнера по танцам. О проблемах необходимо говорить. Это не подлежит сомнению. Но, на мой взгляд, важно, что разговор вообще ведется. Именно в сложной ситуации, как сегодня, безмолвие между Германией и Россией было бы самым худшим. Так считает Дирк Визе. И мы видим, что его точка зрения разительным образом отличается от тех точек зрения, с которыми мы ознакомились чуть раньше, высказанных на страницах других немецких газет. Напоминаю, что это была публикация в газете Франкфурта Рундшау, интервью с Дирком Визе, политиком из правящей коалиции, политиком из правящей партии, из социал-демократической партии Германии, который покидает должность уполномоченного правительства ФРГ по России и Восточной Европе. Иностранная пресса писала, конечно, и о продолжающейся революции в Беларуси. Ну, или о продолжающихся протестах в Беларуси, по крайней мере, если прибегать к менее громкому термину. В частности, французское издание, французское правое издание Le Figaro, газета, которая традиционно относится к правому спектру, публикует сегодня статью, которая озаглавлена «Разбитая династическая мечта Лукашенко». Автор этой статьи Ален Барлюэ. И пишет она, конечно же, о сыне, младшем сыне белорусского диктатора Николая Лукашенко. Авторитарный белорусский президент, столкнувшийся с массовыми протестами и с требованием своего ухода, давно вынашивал скомпрометированные сегодня амбиции по поводу того, что однажды на посту его сменит любимый сын, 15-летний Николай. Так начинает свою статью Ален Барлюэ. Сцена, поразившая умы. Такова была цель всех, кто ее придумал. Воскресным вечером, после целого дня антиправительственной демонстрации с участием 100 тысяч человек на улицах Минска, Александр Лукашенко вернулся в свою резиденцию на вертолете. На кадрах, распространенных белорусским президентом, видно, как он слезает с вертолета и идет быстрым шагом в окружении личных телохранителей. Глава государства, к тому же, был одет в бронежилет и держал в руке автомат. Помимо президента, в этих видео, которые сразу же стали вирусными, все заметили его 15-летнего сына Николая. Коля, с которым сейчас в разгар бури хозяин Минска поддерживает неразрывные отношения. Коля, маленький принц, как его еще называют, для которого его отец давно уготовил судьбу будущего правителя страны. Белорусы в этом глубоко убеждены, хотя подобные планы, упомянутые в нескольких интервью, порой отвергались и самим самим Лукашенко. Отмечает автор статьи. Большинство экспертов считают, что он захочет сохранить власть в руках своей семьи. Он хочет создать своего рода президентскую династию Лукашенко и при этом, чтобы все это происходило мирно. Это слова белорусского политолога Дмитрия Балкунца, которые приводятся в статье. «И теперь эту мечту попирают сотни тысяч демонстрантов по всей стране, которые осуждают сфальсифицированные выборы 9 августа, требуют нового голосования и ухода того, кто руководил ими железной рукой в течение 26 лет», пишет Фигаро. Еще одна цитата дальше. «В вертолете в это воскресенье появился Коля, вооруженный автоматом Калашникова в шлеме и в спецодежде. В течение многих лет Николай почти систематически сопровождал отца во время парадов, церемоний и официальных визитов. 24 июня Николай был на Красной площади, отмечая 75-ю годовщину окончания так называемой Великой Отечественной войны. Маленький блондин превратился в привлекательного и хорошо сложенного подростка, которого безудержно лайкают инстаграмщицы, охотно сравнивая его с принцем Уильямом, с сыном Леди Ди. Так пишет автор статьи Фигаро. И продолжает. Но на этот раз все было иначе. Отец и сын вместе и вооруженные в то время, когда страна находится на вулкане. Месседж Лукашенко предельно ясен. Я не уступлю перед лицом протеста. Я не сбегу, как украинец Виктор Янукович в феврале 2014 года. Я буду защищать до конца то, что мне дорого. Хотя Белоруссия все еще способна повернуть в другую сторону, Лукашенко проявляет упорство, поддерживая образ непреклонного президента, драматически оторванного от своего народа. Этого человека и его режим политолог Валерий Карбалевич в язвительной биографии запрещенной в стране «Белорусский сатраф». Такое название этой книги, выпущенной Эдиссион Франсуа Бурин, кратко определяет следующими словами «Жестокость, цинизм, мания величия, хитрость, неуважение к закону, пошлость и популизм». Это была цитата из политолога Валерия Карбалевича, которую привел, приводит в своей статье газета «Лифигаро». Далее автор статьи в французском издании напоминает, что Лукашенко живет раздельно со своей женой Галиной, но супруги так и не развелись. Имя матери Николая, родившегося в 2004 году, официально не упоминается, но оно ни для кого не является секретом. «Она работает врачом», уклончиво ответил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Врач Ирина Абельская была никем иным, как его личным врачом, напоминает Ле Фигаро. Старшие сыновья Виктора и Дмитрия Лукашенко отчасти пошли по стопам отца в факультет международных отношений, служба в программвойсках, в секретном подразделении по борьбе с контрабандой, нелегальной эмиграцией, говорится в официальных сообщениях, но в 2005 году, когда Дмитрий стал председателем спортивного клуба и членом Национального Олимпийского Комитета Белоруссии, Виктор стал помощником своего отца по вопросам национальной безопасности, и этот пост он занимал 15 лет подряд, напоминает Фигаро. Далее в своей статье господин Берлюэ пишет «По-разному от прямых репрессий до коррупции и проникновения агентов спецслужб белорусская оппозиция сначала была разделена, а затем практически устранена из политического пространства». Это слова специалиста Андрея Поротникова в записках Французского Института Международных Отношений и ФРИ «Внешняя и внутренняя безопасность Белоруссии». Публикация августа 2020 года эту публикацию приводит, цитирует в своей статье в Фигаро Олен Барлюэя. Александр Григорьевич в своем искаженном видении мира считает Белоруссию своей собственностью и считает своим моральным долгом передать ее своему сыну Коле. Так недавно высказался Владимир Пастухов, исследователь в университетском колледже Лондона. Это еще одна цитата, которую приводит Олен Барлюэя в своей статье в Фигаро и заключает он свою публикацию следующим образом. У него характер кремень, как у отца. Он особенный ребенок. Ни в коем случае он не будет президентом. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую и он ни в коем случае не хочет в политику. Это, как вы понимаете, слова самого Александра Лукашенко, сказанные им одному украинскому журналисту ранее. Эти слова приводит автор статьи в Фигаро и тут же приводит другое высказывание Лукашенко, относящееся к 2008 году. Я уже сказал, младший сын будет президентом. Как раскрыть истину в словах этого закоренелого Фанфарона не понимает автор статьи в газете Фигаро. Судьба всей страны, погрязшей в неопределенности, колеблется на волоске. Протестующие держат в руках плакаты с его прозвищем Таракан, а имя Лукашенко предано по руганию. Так что будущее Коли не их забота. Они даже не знают, сможет ли он вернуться в лицей по профилю биологии 1 сентября на следующий день после своего 16-летия. Такими словами завершается публикация в сегодняшней французской газете Фигаро. Автором статьи является журналист Ален Барлюэ. И эта же самая газета Фигаро, французское издание Фигаро, пишет разумеется не только о Беларуси сегодня, но и о событиях в Америке. Через три месяца после смерти Джорджа Флойда Америка потрясена очередным промахом полиции. Так называется статья об американской ситуации, о происходящем в Америке, опубликованная сегодня французским изданием Ле Фигаро. Видео, на котором белый полицейский стреляет в чернокожего мужчину вызвало беспорядки и разожгло споры по поводу предполагаемого расизма со стороны американской полиции. Это пишет корреспондент Фигаро в Вашингтоне Адриан Жольмес. Новый случай жестокого обращения полиции с чернокожим подозреваемым, серьезно раненым в воскресенье во время ареста в городе Кеноша, штат Висконсин, вызвал беспорядки, которые продолжались две ночи подряд. В воскресенье днем полицию Кеноши вызвали для вмешательства в дело о бытовом насилии. На видеоролике, снятом свидетелем с другой стороны улицы, видно, как двое полицейских пытаются остановить чернокожего мужчину, который отказывается подчиниться. Мужчина идет к своей машине в сопровождении двух полицейских, вытащивших пистолеты. Когда он открывает дверь со стороны водителя, чтобы сесть в машину или забрать какой-либо предмет, полицейский хватает его за майку и семь раз стреляет в спину. Вокруг машины кричат очевидцы. Мужчина, 29-летний Джейкоб Блейк, получил серьезные травмы и был госпитализирован. По словам его отца, его жизнь больше не в опасности, но у него парализованы ноги, хотя пока неизвестно, навсегда ли. Так описывает французский журналист, происшедшее в воскресенье событие в американском штате Висконсин. И продолжает. Джейкобу Блейку предъявили ордер на арест за сексуальное домогательство и семейное насилие. Впрочем, адвокат по гражданским правам Бен Крамп, представляющий семью Блейка, сказал, что тот просто пытался вмешаться в спор. Полицейских отстранили от должности, как это принято в подобных случаях, но их имена не разглашаются, пишет Федоров. Видеоролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал возмущение. Вечером в воскресенье сотни манифестантов вышли на улицы Кеноши. Акции протеста быстро переросли в столкновение с полицией возле места стрельбы. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые скандировали «Нет справедливости, нет мира» один из лозунгов движения Black Lives Matter. В обстановке крайней напряженности вокруг расовых проблем и насилия со стороны полиции дело сразу же стало политическим. Висконсин является ключевым штатом на президентских выборах и в нем очень сильно ощущается разделение на демократов и республиканцев. Так комментирует эту историю Адриан Жольмес, вашингтонский корреспондент Ли Феберро. Губернатор-демократ Висконсина Тони Эверс немедленно встал в позицию обвинения полиции говорится в статье «Хотя мы не знаем еще всех подробностей мы точно уверены в том, что он не первый чернокожий мужчина или человек в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или у нас в стране». Это слова губернатора Висконсина Тони Эверса. Эверс также пообещал потребовать действия от местных выборных должностных лиц, которые слишком долго игнорировали расизм в нашем штате и в нашей стране. Другой политик Бен Винклер, секретарь демократической партии в Висконсине, назвал этот случай симптомом смертельной болезни превосходства белых и расизма, с которой необходимо бороться и победить. Издание «Фигаро» приводит также комментарии со стороны кандидата Демократической партии на президентских выборах Джо Байдена. «Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы. Эти выстрелы пробивают душу нашей нации». Это слова Джо Байдена, который приводит в своей публикации Адриан Джор Месс в газете «Фигаро». И завершает он свою статью еще одной цитатой. «Местные республиканские официальные лица и профсоюз полиции обвинили политиков-демократов в использовании этого дела для достижения своих целей и в принятии поспешных решений. Как всегда, распространяемое в настоящее время видео не отражает всех тонкостей инцидента», так заявил в пресс-релизе Пит Дитес, глава профсоюза полицейских города Кеноши. Он назвал заявление губернатора «совершенно безответственным». Республиканцы также осудили беспорядки и буйное поведение протестующих, что перекликается с темой закона и порядка, которую использует в своей компании Дональд Трамп. Так резюмирует в конце своей статьи, опубликованной в «Ле Фидоро» Адриан Жельмес. И с темой Америки мы не расстаемся, и мы не расстаемся также из газеты «Ле Фидоро», она у нас сегодня доминирует. «Ле Фидоро» пишет также о Тиффани Трамп. Тиффани Трамп, «Забытая дочь Дональда», так называется публикация, принадлежащая Перу Марион Галира Муло в сегодняшнем номере «Фидоро». Она пишет «22-летняя сводная сестра Иванки любит петь, танцевать и горячо поддерживает своего отца. 26 августа она выступила в его пользу на Республиканской конвенции. Такова блондинка с Ривьеры еще одна представительница семейства Трамп». Они все о блондинках и о блондинах пишут Фидоро. То о дочери Трампа, то о сыне Лукашенко. Хорошо, возвращаемся к публикации. Тиффани Трамп, блондинистое дитя Дональда Трампа и его второй жены Марлен Майблс выходит из тени и делает себе в династии имя, сверкающее бриллиантами. Он не тот отец, который водил меня плавать в бассейне, но он очень сильно мотивировал мою жизнь. Так обещала выступая на ABC. Она продолжает поддерживать своего отца. 26 августа 2020 года Тиффани выступила на республиканском конвенте в Вашингтоне и заявила, что голосовать за Дональда Трампа значит проявлять себя на высоте американских идеалов. В своей речи, переданной журналом People, она также раскритиковала медиа и технологических гигантов, которые по ее мнению контролируют информацию с целью держать людей в ментальном рабстве, внушая им идеи, которые они считают правильными. По следам давних связей своего отца Тиффани, судя по всему, блестяще училась в Пенсильванском университете, где она специализировалась на социологии и урбанистике. У нее все пятерки, мы ей очень гордимся. Это слова самого отца Тиффани Дональда, Дональда Трампа, на страницах журнала People еще в декабре 2014 года. Но все же нашлось нечто более захватывающее, чем ремонт жилья и города сады, поэтому она прошла стажировку в журнале ВОГ. Тут ей немного помогла ее сводная сестра Иванка Трамп, которая сказала изданию Daily Mail в 2013 году, что Тиффани уже получила шанс пообедать с Анной Винтур. Не спрашивайте, кто это, меня не спрашивайте во всяком случае. Я обожаю музыку, восторженно говорила Тиффани Трамп на съемочной площадке суперзвезды американского ток-шоу Опры Уинфри. Это настоящая страсть. Что ж, сейчас это скорее хобби, но через несколько лет посмотрим, захочется ли мне стать профессионалом. Это еще одна цитата из Тиффани Трамп. В Фигаро автор далее пишет Пока предметом ее хобби стал выпущенный ею в возрасте 17 лет музыкальный символ Like a Bird, который сегодня нигде не найти. Впоследствии Тиффани немного побыла моделью. Она дебютировала и возможно на этом все закончилось на показе мод для Just Drew во время последней недели моды в Нью-Йорке в феврале. Почему Just Drew? Этот бренд одежды создан знаменитым инстаграмером Эндрю Уорреном, который настолько сильно заинтересовался сверхактивным аккаунтом Тиффани Трамп, что решил выставить ее на подиуме. Так пишет журналистка Федоро Марион Гали Рамуно. Фактически она пила на брудершафт со всеми сыновьями и дочерями сливок общества, такими как Гарри и Питер Брандт, сыновья Стефани Сеймур, а также Ирвин Третий, сын Ирвина Мэджика Джонсона, внучка Эсти Лаудер Дэйни и правнучка Матисса некая Гайя, ее лучшую подругу Тиффани Трамп зовут Кира Кеннеди, дочь Роберта Кеннеди. Поэтому неудивительно, что Тиффани Трамп часто появляется в Тунбур Рич Кидз в Инстаграм, своего рода каталоге самых популярных фотографий недели, которые некий Эндрю Уоррен благосклонно отыскивает среди золотых аккаунтов социальной сети. Но сегодня Тиффани Трамп дочь президента. И это даже интереснее. Резюмирует автор статьи в французском издании Figaro. Ну и наконец, как же без темы коронавируса? Именно теме коронавируса посвящена публикация в сегодняшнем номере британского издания Independent. The Independent публикация называется «Правила социальной дистанции в 2 метра основаны на устаревших научных данных», утверждают эксперты. Это заголовок материала журналиста Винсента Вуда в британском издании The Independent. Правила социального дистанцирования о необходимости соблюдения двухметровой дистанции между людьми, введенные во всем мире с целью ограничения распространения коронавируса, основаны на устаревших научных данных, утверждают британские эксперты. Группа британских ученых заявила, что дистанция не должна быть центральным элементом мер, направленных на ограничение распространения вируса, и что универсальная система должна быть заменена дифференцированными рекомендациями для различных условий. Так пишет Винсент Вуд в газете Independent. И продолжает. Правительство Великобритании, как и руководство многих других стран, рекомендует гражданам соблюдать дистанцию в 2 метра или в 1 метр, если используются смягчающие факторы, такие как маски для лица и защитные экраны. Но исследователи в журнале British Medical Journal указали, что более гибкие инструкции позволили бы вернуться к нормальным условиям в некоторых аспектах социальной и экономической жизни, говорится в этой статье. Нынешние правила безопасной физической дистанции основаны на устаревших научных данных. Это утверждает Николас Джонс из отделения первичной медицинской помощи Оксфордского университета в Натфилде и его коллеги. На распространение вирусных частиц влияет множество факторов, в том числе поток воздуха, добавляют они. Данные свидетельствуют о том, что COVID-19, что SARS-CoV-2 может преодолевать расстояние более 2 метров во время таких действий, как кашель или крик. Вместо этого группа ученых предлагает правительству основывать свои рекомендации на множестве факторов, влияющих на риск, подключая тип деятельности, условия, закрытые помещения или на открытом воздухе, уровень вентиляции и ношения масок. По их словам, также следует учитывать продолжительность нахождения в среде, восприимчивость человека к инфекции и вирусную нагрузку передатчика. Это была еще одна цитата из этой статьи. Цитирую дальше. Они указывают, что некоторые исследования, используемые для обоснования правила о двух метрах, были впервые опубликованы в 1897 году, в то время как предполагаемая научная база, лежащая в основе правила об одном или двух метрах для предотвращения распространения коронавируса, построена на исследовании 1940-х годов, несмотря на недостаточную точность исследований, проводившихся в прошлом. Более поздние исследования показали, что при определенных обстоятельствах капли, выделяющиеся при сильном чихании или кашле, могут распространяться на расстояние до 8 метров. При этом группа ученых утверждает, что большая часть исследований основана на размере капель без учета выдыхаемого воздуха. Это пишет Винсент Вуд в Independent, напоминаю. И заканчивает он так. Авторы добавляют, что правила должны быть адаптированы таким образом, чтобы учитывать сложности того, как происходит передача вируса. Физическое дистанцирование следует рассматривать только как часть более широкого подхода общественного здравоохранения к сдерживанию пандемии COVID-19, написали они. Его необходимо реализовать вместе с комбинированными стратегиями управления средой. Человек, воздух, поверхности, пространство, включая гигиену рук, уборку, загруженность и управление внутренним пространством и воздушными потоками, а также соответствующее защитное оборудование, такое как маски. Ох уж эти британские ученые. это была публикация в британском издании Independent, которое принадлежит Перу Винсента Вуда и озаглавлено правило о соцдистанции в 2 метра, основано на устаревших научных данных. И на этом мы заключаем, и на этом мы завершаем сегодняшний обзор зарубежной печати, сегодняшний обзор мировых СМИ и вместе с этим завершаем сегодняшний выпуск подкаста Оттуда. Всего доброго. Это был Николай Храмов и очередной выпуск подкаста Оттуда. Если вы хотите поддержать этот проект и слушать все подкасты первым, присоединяйтесь ко мне на Патреоне www.patreon.com slash храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи!